Век развития информационно-коммуникационных технологий, знания истории своей страны, её героических страниц оттесняется увлечением компьютерными играми и виртуальным общением, которые никого ни к чему не обязывают. Для решения данной проблемы в 2014 году на базе МБОУ СОЖ номер 13 города Ставрополя начал работу социальный, духовно-образовательный проект «Искры памяти». Основными целями и задачами проекта «Искры памяти» является укрепление моральных основ, и ценности патриотизма, знакомство учащихся с историей Великой Отечественной войны и военной оккупации города Ставрополя, а также создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции учащихся в школах. В реализации социального проекта «Искры памяти» участвовало более полутысячи человек. Это ветераны, школьники, общественные деятели, представители средств массовой информации. Организационное сопровождение проекта «Искры памяти» осуществляло актив вожатского отряда «Улёт». Вожатые сначала генерировали идею, затем писали сценарий, сценарный ход, приглашали гостей, а это ветераны, общественные деятели, наблюдатели. За время реализации проекта было проведено более 20 мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Проект «Искры памяти» начал реализовываться с проведения встреч памяти с ветеранами войны. Было проведено пять встреч для учащихся третьих-восьмых классов. Они встретились с ветеранами Джульетой Георгиевной Бижановой, Екатериной Константиновной Фисенко, Петром Ивановичем Куролесовым, Иваном Тихоновичем Ткачевым. Для учащихся первых-вторых классов школы прошли патриотические уроки «Помним, гордимся, чтим». На них ветераны войны Александр Ефимович Москвитин, Яков Георгиевич Асберг и Сергей Николаевич Барсуков вспоминали те страшные годы, рассказывали детям о войне. Для будущих защитников Родины вожатые проявили соревнования «Вперед, мальчишки!». Вожатые приходили в классы, проводили беседы с ребятами в доступной форме, показывали презентации на военную тему и, конечно же, рассказывали очень много о военной оккупации города Ставрополя. В рамках реализации проекта вожатыми была проведена литературная встреча «Строки, пробитые пулями». В ней приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Джульетта Георгиевна Бижанова, поэт-фронтовик Яков Асберг, член Союза писателей Ставрополя Татьяна Корниенко и сын полка, писатель Ян Бернард. Реализация проекта «Искры памяти» широко освещалась в средствах массовой информации. Сюжеты о проходивших мероприятиях были размещены в информационных выпусках новостей телеканала «Рент Ставрополь», «Россия-1 Ставрополье», «26-й регион». Также информация о реализации проекта размещалась в сети интернет. Проект «Искры памяти» не завершился, но уже помог ребятам перелистать страницы истории Отечества, узнать больше о Великой Отечественной войне, научил уважительно относиться к ветеранам и героическому прошлому нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова